So, what is happiness for you? Уровней производства мицелия. В этом плане у них возникают некоторые вопросы, которые не связаны напрямую именно с выращиванием грибов или с производством мицелия. Вопросы по организации работы, вопросы по тем знаниям, которые у них возникают. И чтобы систематизировать вот те знания, я хочу поделиться с вами вот такими размышлениями на тему, как стать профи или как стать профессионалом. Итак, на этом этапе, независимо от того, чем мы будем заниматься, или мы будем производить, выращивать грибы, или мы будем выращивать мицелии, или захотим мы стать программистом, или заниматься любой деятельностью, мы будем проходить 4 последовательных этапа, связанных с изменениями нашего профессионального уровня. Итак, первый этап, самый начальный этап. Эти этапы мы будем характеризовать такими критериями, как, я напишу просто энтузиазм, и знания. Значит, на первом, самом поверхностном этапе у человека много энтузиазма, но в то же время на начальном этапе у него мало знаний. Как выглядит такой человек? Это приблизительно человек, который звонит мне и задает вот такой вопрос. А есть у вас мицелий белых грибов? Слышно в его голосе очень много энтузиазма. Он посмотрел интернет, и в интернете увидел, что все занимаются какой-то ерундой, выращивают вешенки, выращивают шампиньоны, кто-то какие-то опята, но вот белых грибов никто не выращивает. И тут его посещает одна мысль. Набрав в интернете купить мицелий белых грибов, он находит мицелий белых грибов. И решает выращивать боровики. Потому что в интернете никто этим не занимается, никто их не выращивает. Вот он решил порвать рынок, завалив его белыми грибами. И вот он находит в интернете, например, мой номер, делает звонок и задает мне этот вопрос. Вы продаете мицелий белых грибов? Ну, этому человеку очень повезло, что он перезвонил именно мне. И сразу тут он попадает в школу грибоводства, в Анимашонскул. И здесь включается такой момент, как, я бы сказал, лифт или эскалатор. И сразу этого человека из первого уровня, высокого энтузиазма и низких знаний, я стараюсь его перевести сразу на второй уровень. Когда, значит, энтузиазм, энтузиазм, будем красным рисовать, и знания, значит, начинаю ему объяснять. Слышал ли он когда-нибудь о микоризных грибах? То есть, понимает ли он, что белые грибы относятся к группе микоризных грибов, которые растут только в симбиозе вместе с корнями деревьев? Потому что в процессе эволюции у белых грибов потеряна способность усваивать аминогликозиды из грунта. То есть, эти аминогликозиды он может получать только от корней деревьев, которым взамен, это такой взаимовыгодный симбиоз, которым он дает микроворсинки, которыми деревья лучше всасывают воду из грунта, взамен дарят микоризным грибам, то есть, боровикам, подосиновикам. Они дают аминогликозиды, из которых питательные вещества, которые участвуют в процессе образования плодовых тел. После того, когда я этому человеку объясняю, он сразу оказывается на втором уровне. У него энтузиазм от своей идеи значительно падает, но зато немножко возрастают знания. И на втором уровне профессионализма этот человек оказывается таким образом, что энтузиазма у него сразу стало меньше. Он понял, что ввиду того, что у него было недостаточно знаний, этот энтузиазм был подогрет просто отсутствием полноценных знаний. Когда знания его начинают подниматься, энтузиазм падает. И вот второй уровень профессионализма, это когда мало энтузиазма и мало знаний. Значит, на этом этапе человек начинает больше проникаться, естественно, энтузиазма много нету, потому что человек вдруг начинает накапливать какой-то багаж знаний. Значит, он начинает читать много литературы, посещать, например, мои уроки, начинает изучать разные литературы, просматривать видеоролики. С этим таким образом увеличивает свои знания. И таким образом, пройдя некоторое время, у каждого это время, это будет какой-то индивидуальный период, он вступает в третью стадию, в третью фазу профессионализма, когда у него энтузиазма еще мало, но у него уже становится... Вот здесь мы чуть исправим. Здесь во втором уровне мало энтузиазма, мало знаний. На третьем уровне у него энтузиазма все равно еще мало, но знаний уже становится много. Этот человек уже накопил достаточный багаж знаний, делает много экспериментов, у него много уже из чего получается, но все-таки остаются еще какие-то вопросы, он идет каким-то творческим поиском. И со временем, проходя какое-то время, изучая все это в значительной такой вот мере, имея практический свой опыт, он подходит уже к четвертому этапу именно полной самореализации. Если долго человек занимается каким-то делом, прикладывает соответствующие усилия, значит, получая большое количество знаний, не только теоретических, но и практических, то у него наступает четвертый уровень профессионализма. Это когда на полную возрастает у него энтузиазм, потому что у него очень много знаний. На этом этапе этот человек уже, у него наступает желание реализовать свои знания. На этом этапе человек вступает в фазу самой полноценной самореализации, когда ему хочется не только делиться, не только использовать свои знания в свое благо, а он хочет и поделиться с другими людьми, начинает заводить какие-то свои школы, делать YouTube-каналы, рассказывать и делиться своими знаниями с другими людьми, и хочет максимально рационально использовать свое время для того, чтобы провести его не только с пользой лично для себя, но и для других людей. Таким вот образом, на этапе любого профессиональной деятельности человек проходит четыре этапа познания, когда он становится профессионалом. Вот такими размышлениями я хотел бы с вами поделиться, чтобы вы могли себе полноценно понимать, приступая к любому делу, вас ожидают вот все вот эти этапы, и нужно иметь в себе достаточно целеустремленности для того, чтобы пройдя по всем этим этапам, добраться до всего, до четвертого уровня, стать полноценно профессионалом и нести пользу не только себе, но и остальным людям. Желаю вам удачи, надеюсь, что мой материал и моя публикация была для вас полезной, и приступая к любому делу, дам вам такой совет, никогда не забывайте то, что написано у меня на футболке. Бай-бай! Бай-бай!